и так ну что ж ария ру мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш покорный слуга мамуру и это великолепная игрушечка фактор с модом красторио 2 и space exploration ну как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю за кадром произошли кое-какие маломальские какой-то степени изменения первое с чего я хочу начать повествование это то что здесь появилась новый блок который производит малые электромоторы а они нужны нам как ни странно для запуска ракеты со всем необходимым оборудованием чем я в принципе сейчас и хочу заняться то есть буквально у нас все готово для того чтобы мы это сделали и осталось лишь подготовить необходимые пропорции за кадром я уже проводил некоторые расчеты и того мы имеем вот такие вот параметры необходимые для производства здесь допустим написано то что необходимы электромоторы их количество для того чтобы получить получается количество в стаках мы должны соответственно вот это число разделить на количество предметов в одном стаке и в принципе вот здесь вот все элементы мы видим здесь мы можем видеть приписочку rp то есть это ракетная пушка с помощью которой будут доставляться всего два элемента которые занимают большую часть пространства это стальные листы и камень на самом деле была моя воля я доставлял бы все с помощью ракетной пушки но к сожалению там есть ограничения сама сборочка нам буквально пишет о том что они мы не можем якобы доставлять с помощью неё какие-то сложные и замороченные схемы из-за того что скорее всего эти схемы очень быстро навернуться при больших перегрузках поэтому будем отходить из того что имеем также я здесь подготовил небольшую платформу в которой уже имеются поезда то есть сюда я планирую доставлять ресурсы они по конвейерам будут сортироваться и входить в нашу грузовую ракетную шахту и вот здесь вот будем уже делать сортировку и как было озвучено в прошлой части мы не хотим терять большую часть груза которую будем доставлять и пока что очень остро стоит вопрос нужна ли вторая ракета или можем обойтись одной пока что у меня нет ответа на этот вопрос и будем конечно же пытаться обойтись малой кровью я сюда загрузку в сундуке и назначаю поезда 1 поезд конечно же конструкции малой плотности полная погрузка поехал следующий поезд в обязательном порядке на электромоторы дальше у нас две позиции это с маска в бочке и вода в бочке то есть нам нужно организовать производство бочек организовать запаковку смазки в бочке и отправлять эти уже две позиции куда-то но с этим пока мы повременим поэтому пока что я делаю следующий поезд на синие схемы ну а следующий поезд на ракетное топливо так смотрим получается вот они компоненты которые мы доставили ракетное топливо тоже сюда подвезется обязательно но логику будем настраивать в последнюю очередь сейчас я хочу сделать как раз станцию с бочками которая будет здесь производится по идее для бочек пустых всего лишь нужна сталь этого у нас очень-очень много поэтому мы берем летим на отдельный цех и там уже занимаемся остальным производством вот допустим здесь это все будет организовано в любом случае сделаю вот здесь вот две станции которые будут отвечать за то чтобы сюда доставлять жидкость я не думаю что этот блок будет универсальным но все же я думаю разделить это все пополам допустим вот здесь вот будет упаковываться вода загружаться здесь а здесь будет упаковываться смазочная жидкость а что касается производства 40 сборочных автоматов один конвейер стали один конвейер с бочками не знаю хватит этого не хватит так что давайте пытаться стали разгружается вот в этот цех а из центра уже будет идти остальная разводка я тут заметил небольшой такой нюанс у нас вода загрузка просто колоссально занята у нас вся база буквально работает практически на одной станции это жесть какая-то за кадром не нужно будет я думаю вот здесь еще парочку хотя бы таких у станции разместить я понимаю то что она получила супер производительное вот эти все насосы качают и буквально моментально заполняют ее но при всем желании она не справляется поэтому здесь возможно происходит какие-то затыки сейчас ставлю сюда сталь потихонечку бочки начали создаваться и допустим я хочу сделать себе здесь два рецепта наполнить бочку водой и наполнить бочку с маской и поглядите всего 8 сборочных автоматов нужно на заполнение и на это заполнение потребуется целая линия конвейера то есть буквально весь вот этот цех я думаю даже сделать с некоторым запасом возможно потом я захочу разместить такие же цеха вот здесь вот не знаю насколько сильно пока необходимость в этом есть сейчас но в будущем такая как минимум возможность имеется в идее воду я сюда подвел она по как минимум по идее должна функционировать если бы поезд за все время постройки вот этого вот цеха хоть раз бы туда съездил и доставил бы нам воду но пока к сожалению этого не произошло тяжелый конечно случай и я думаю придется мне сейчас делать еще одну станцию с водой ибо это вообще ни в какие ворота я за всем забыл то что я здесь хотел сделать логическое условие на же бочки не деваются в никуда правильно то есть они произвелись разочек только да и дальше где-то могут использоваться поэтому я хотел бы здесь сделать так чтобы бочки отсюда шли допустим только в том случае если бочки отсюда не вернулись но я надеюсь мы это не забудем сделать и обязательно этим воспользуемся но пока же мы просто заполняем эти бочки я конечно понимаю то что у нас стали слишком много и эту стали мы можем делать какие-то необъятных масштабов но экономить никогда не будет лишним эта станция готова сейчас осталось повторить все то же самое с водой ну и сделать станцию где вода бы смогла добываться не думал конечно что это когда-нибудь станет такой уж сильной проблемой построил я еще две вододобывающие станции надеюсь такого количества примерно хватит если что придется устроить еще раз но тем не менее все равно пункт назначения занят что что вылить делать а нет поехал все замечательно значит поезда рано или поздно сюда приедут ну наконец-то в вода суда доставленные бочки начали производить а это значит то что последний шаг был совершен и осталось лишь настроить логические условия час как раз сюда поезд приедет я туда отправлюсь на поезде и будем заниматься всем остальным здесь мы ставим обычные быстрые манипуляторы которые соединяем вот этой красной линии размер пачки пожалуй я изменю до единицы у всех них чтобы лишних вопросов не возникало и допустим не было такого что он больше чем нужно загрузил бы сюда мы его включаем когда количество допустим вот этого конструкции малой плотности строго меньше 396 устанавливаем и он это все пошел загружать это будет крайне медленно и я понимаю это но к сожалению это вряд ли получится увеличить ведь если это увеличивается то моментально сразу увеличиваются риски и количество возможных ошибок поэтому первый запуск как минимум будет производиться вот такого полу инвалидном режиме но остальные тоже я не могу начинать загружать пока не загрузится здесь конструкции малой плотности и это к сожалению крайне быстрый процесс вот конструкции малой плотности загрузились я их отмечаю здесь с помощью середней кнопкой мыши то что они здесь не будут лежать и будут лежать здесь всегда как показывает практика независимости от количества запусков я уже здесь проверял и допустим космические капсулы от запуска к запуску всегда будут лежать в этой ячейке и это ячейки всегда будет сохранена также я делаю получается здесь с электромоторами но это будет очень медленно я думаю их по паре штучек загружать хотя бы чуточку но быстрее будет загружаться а то будет стойка чине что это будет до конца жизни ну и заняться сделать не то же самое с остальными всеми процессами пока я жду пытаюсь настроить немножечко доставочную пушку то есть у нее немножечко интерфейс отличается от грузовой ракетной шахты в нее мы заходим и должны выбрать рецепт для крафта допустим я хочу отправлять стальные слитки не нужно выбрать пункт назначения и к сожалению здесь вот среди списка не вижу где-то посадочная платформа на которую мы хотели все это безобразие отправлять хотя она вот она стоит сундук доставочной пушки странная ситуация надо попробовать разобраться более тщательно все необходимые ресурсы я сюда вывел то есть я даже вывел сюда стали и камень я планировал это все отправляет с помощью ракетной пушки но зачем если это все суда поместилось поместили все ресурсы все необходимые компоненты и еще осталось здесь 100 пустых слотов то есть получается все необходимые ресурсы здесь есть даже секции грузовой ракеты 100 штук даже не экономия их здесь с излишком наверное излишек придется где-то разбирать и повторно возможно использовать не знаю пока что с этим делать давайте пробовать запуск по идее я все приготовил даже приготовил топлива на обратный путь запуск ракета уже автоматически пошла заполняться на следующий маршрут благодаря тому что в прошлый раз мы успешно выбрали здесь грузовую посадочную платформу это все аккуратненько размещено и начинает разгружаться в склад скорость разгрузки меня конечно же не радует достаточно маленькая ну и ресурсов там гигантское количество я напомню да у меня сейчас здесь несколько задач и одна из основных задач организовать сортировку нет но классно конечно как я организовывать буду сортировку если здесь нельзя пользоваться обычными конвейерами что-то как-то и момент я этот не продумал но вот обычные сборочные автоматы я могу здесь размещать по идее я здесь могу также сделать так чтобы происходило опустошение только по какой-то причине перекачка жидкости не происходит и жидкостные трубы я разместить не могу что за безобразие космические трубы есть то есть их я могу размещать и космические конвейеры пошли создаваться я думаю в первый запуск в любом случае мы ничего хорошего путного не сделаем мы смогли просто разгрузить космическую станцию и по максимуму сейчас постараемся накрафтить этих космических конвейеров эти космические конвейеры будут обязательно использоваться в дальнейшем хотя у меня тут есть желтые конвейеры это будет немножко дороговато главный ресурс который мне нужен это по сути разделители по сути космические погрузчики тоже нужны а их я могу уже создавать себе это хорошо давайте попробуем не знаю раз два три четыре штучки создать и все верно я думаю могу я организовываю себе разгрузку из грузовой посадочной станции посредством этих погрузчиков это хорошие новости космическое безобразие создается пока что тут слишком много всего интересно валяется и это обязательно я буду использовать будем сейчас пытаться экономить ресурс по максимуму и пытаться их использовать как-то так давайте определимся допустим сам запуск ракеты будет происходить вот отсюда в принципе там где изначально было все размещено я не понял как это произошло но у нас резко кончилась вся смазка которую мы сюда погрузили возможно я ошибся в расчетах но тем не менее процесс до сих пор идет и смазочная жидкость до сих пор находится в трубах судя по количеству больше которая здесь находится она разгрузилась полностью но судя по всему я просто что-то не учел или я ошибся в расчетах это хорошо что мы здесь в первую очередь в пробном варианте и пытаемся здесь что-то исследовать вроде вот так вот должна выглядеть по крайней мере в моем понимании станция сортировки всего этого безобразия по крайней мере мы отсортировываем каждый ресурс друг от друга возможно мне тут придется их местами поменять вид изменить это как-то но не уверен пока что насчет этого тем временем у меня получилось приличное количество на самом деле конвейеров сделать и раз уж я здесь попробую организовать производство из того что есть сейчас излишки я сброшу куда-нибудь в буферный сундук если что его потом можно изменить любом случае и пусть они будут лучше здесь на всякий резервный случай а вот неплохой план секции грузовой ракеты хоть они есть но они получаются с излишком и излишек как раз мы могли бы отправлять обратно на наивис я думаю план офигенный здесь так как у нас в принципе топлива нет у нас есть ракетное топливо которое я могу отправлять проблему с топливом я решу пожалуй гениально у меня здесь есть вода топливные заводы которые я мог бы здесь использовать но судя по всему невозможно использовать продуктивность в космосе что это значит давайте попробуем здесь разместить твердое топливо из моих запасов жидкое ракетное топливо я выспроизвел и допустим я его захочу гладить и она у меня есть тогда в чем проблема ошибка какая-то ну ладно это ничего страшного надеюсь подвожу сюда ракетное топливо также я хочу здесь немножечко логики разместить себе вот с этим труднее всего на самом деле будет с организации логики жидкости у меня и в любом случае запасы топлива есть улететь мы отсюда точно сможем в этот раз как раз я все ракетное топливо и излишки его сожгу и пусть лучше запас будет дальнейшем а логика хочу я чтобы была вот здесь вот такая то что если допустим здесь находится количество горючей жидкости больше или равно допустим 5000 здесь же может такое количество находиться только вот эта помпа отключается по идее и также я хочу сейчас по столбам линии электропередач передать логическое условие еще и вот сюда вот на конвейер который по логике должен отключаться случае если там слишком много ракетного топлива хотя много ракетного топлива не бывает все оно пошло и последним я ставлю здесь манипуляторы жидкое ракетное топливо сюда пошло складироваться тут же не условия включения условия выключения поэтому эта помпа должна работать когда меньше 1000 здесь то есть когда превышает это значение то она выключается все так успешно работает для начала я должен организовать здесь небольшую системку то есть допустим из двух скажем сборочных автоматов которые бы мне позволили разгружать жидкость 1 смазка и один вода и все это будет складироваться в резервуарах вот так вот я хочу чтобы это было размещено а что касается бочек они все это будут разгружать в красный сундук и потом если что наладим систему синими сундуками и по итогу здесь будет заполнено 50000 литров жидкости я не помню точное соотношение но по идее этого будет достаточно вполне пока что в ручном режиме я жидкость туда уберу электромотор конструкция малой плотности и сталь электромотор конструкция малой плотности и вот здесь вот синие микросхемы должны быть а сталь эти три предмета должны объединяться в производство белых конвейеров вот схема получается у меня даже некоторое количество этих конвейеров осталось потом я их где-нибудь использую обязательно схема конечно очень абсурдно выглядящие но тем не менее она пригодится допустим где-нибудь здесь я их складирую это не проблема проблема с космической водой которую я должен здесь собирать она создается в центре обеззараживания при помощи обычной воды и смазки центр обеззараживания для начала нужно создать хотя бы в единичном из экляре его размещу здесь пока что нет необходимости делать их больше давай я тебя где-нибудь вот здесь вот скажем размещу то есть ты хочешь чтобы я вот сюда вот тебе как и задумывалась подавал смазку так погоди так не получится давай хотя бы вот так вот то есть я хочу чтобы смазка несмотря на то как много ее здесь производится она выходила бы в едином я надеюсь всякие потери по трубам которые идут в количестве жидкости получится у нас впоследствии компенсировать необходимых масштабах так теперь здесь вода пусть останется на всякий случай получается отсюда у нас выходит космическая вода которую я наверное тоже складирую в большом резервуаре это же жидкость надеюсь и останется разместить всего 15 космических аппаратов место категорически не хватает конечно же но это нормальная ситуация конечно такого не ожидал но самая большая проблема в том что просто мы здесь не способны это все разместить просто банально не хватает пространством до согласен это очень некрасиво но пока что выхода от особо другого нет мы большинство предметов которые здесь я использую просто банально крафтить сейчас не можем это временная необходимость чтобы продолжить дальнейшие исследования вроде все готово сейчас хочу немножечко разгрузиться убрать все лишнее ненужное и клама захламленное также я хочу по максимуму освободить контейнеры которые здесь имеются чтобы избавиться от лишних ненужных ресурсов по идее все готово тут немножечко осталось камня но в принципе думаю это не критично сейчас берем и отправляемся обратно на землю не забываем конечно же выбрать посадочную платформу чтобы весь груз который мы отсюда возместим не разбросался по всей округе ну вот какая красота все сюда поместилось сразу же это мы обязательно будем использовать дальнейшем и хочу вот эти все секции вот сюда вот подвести сделать балансировку так чтобы в приоритете вот эти все секции сюда заходили а уже потом все остальное так вот этот все нафиг давайте пожалуйста дрончики мне все необходимые ресурсики возместите давайте мне немножечко кислородику сюда я готов отправляться обратно ну что ж запускаем и смотрим что из этого выйдет успешно приземляемся это хороший знак пошла сортировочка не вот интересно сколько у меня в итоге получится воспроизвести вот этого безобразия опа 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 заработала значит смазка уже сюда пришла она вся разгрузилась уже дни не верю в такое вот они еще смазочная жидкость здесь осталось пожалуй давайте сейчас в ручном варианте смазочку сюда подкинул она начнет немножечко разгружаться и неплохо здесь хотел сказать начнет складироваться но вся смазка уже ушла на создание космической воды жесть какая-то у нас теперь уже вода здесь закончилась но и как я погляжу космические исследовательские пакеты создаются мы к этому шли невероятно долго но они создаются на секундочку эта станция временного содержания то есть временный вариант того как будет выглядеть глобальное производство исследовательских пакетов я боюсь представить как будет она выглядеть в основном своем варианте проявления и как все это получится всего 20 пакетов маловато но приемлемо это единственный большой минус то что сортировка не может идти быстрее но я не думаю что нужна сортировка пока что быстрее ведь на данный момент продолжается до сих пор загрузка и мы не можем отправлять ракету раньше чем загрузка продолжится и тем более что сортировка то практически уже завершена в любом случае это все ускорить мы никак не можем и оставляем все как есть по моим подсчетам если мне память не изменяет я на вот это количество ингредиентов около тысячи должен получать сборочных пакетов но что-то я не вижу чтобы я получал необходимое количество все сейчас получается упирается в нехватку жидкости то есть банально не хватает космической воды тем более что я сейчас трубу уничтожил там было какое-то количество жидкости сейчас мы конечно же прилично так потеряем в плане производства ресурсов давно я хотел здесь разместить аккумулятора на всякий случай вдруг что может произойти конечно 2 аккумулятор будет крайне маловато тем более первого уровня я думаю по-любому здесь есть какие-то более продвинутые вещи но пусть они будут я не вижу что особо есть какая-то потребность в этом нам в плане производства хватает с излишками таком случае я дожидаюсь когда закончится создание и буду отправляться обратно и получается все вот эти вот изучение нам доступна я очень сильно этому рад больше всего я рад вот этой артиллерии за кадром я постараюсь побольше изготовить из ледицких пакетов нужно их всего тысячу и в принципе это не так уж и много а также я по-любому буду изучать каркасы космической платформы для их изучения всего лишь сотню нужно это крохи какие-то по сравнению со всем остальным и это позволит нам расстраивать эту платформу в нужных масштабах делать то как нам нужно и сделать настолько красиво насколько нам нужно и на такой на перераснуть я думаю потихонечку мы с вами будем заканчивать всем спасибо что смотрели у микрофона была как всегда ваш поклон слуга мамуру и еще услышимся